Масштабные работы развернутся на многоквартирном жилом фонде. Более 100 домов в этом году ожидает капремонт. Сроки и условия его проведения обсудили в рамках совещания в администрации Щелковского района. Такой немалый объем работ сложился неспроста. Порядка 30 домов в программе капремонта были перенесены с 2015 года. Все сроки были согласованы именно по ремонту адресов, которые были спланированы в 2015 году. Это у нас по кровли 35 адресов, по ремонту фасадов 12 адресов и по инженерным системам еще три адреса. Так, к ремонту многоквартирных домов, перенесенных по программе с 2015 года, в данный момент занимаются три подрядные организации. Самый большой объем работ предстоит компании ООО «Арсенал» – отремонтировать 27 кровель и 9 фасадов. В Институтской улице дома 13, 15, 16, 18. Они дома одинаковые, небольшие, двухэтажные. Работа проводится. 18 дом закончен. По моим данным, 16 сделан на 60-70%. Ну и 13-15, соответственно, мы их закончим, вот так как говорил замминистра, мы их закончим в этом месте. Институтская 20, 24, 26. Дома ведутся, работы производятся. Значит, 24, 26 сделан на порядка 70%, дом 20 сделан на 50%. Затем, как продвигается капремонт, внимательно наблюдает и рабочая группа администрации района, и управление технического надзора капитального ремонта. Претензии по качеству работ возникли сразу по нескольким домам. Четырем на улице Институтской и одному на Парковой. «Дома очень старые. Все деревянные конструкции, порядка 70% износа. Данная организация заявляет о том, что у них мизерный объем по замене кровли». «Дома попали в капремонт, которым по 60, по 70 лет. Уже ясно, что там не может быть никаких стропил и тому подобное, оно все сгнило. Поэтому вопрос надо кардинально решать». «Почему только сейчас мы это слышим? Почему раньше у вас этот вопрос не возникал? Вы же дефектовкой занимались. Почему раньше вопрос не возникал? Вы у себя дома положили на старые стропилы новую кровлю». «На данном совещании решено, что в четверг на этой неделе будет осуществлен прогон, где мы найдем с помощью и Министерства жилищно-экономерного хозяйства, и подрядных организаций, и фонда капитального ремонта, мы найдем выход из данной сложившейся ситуации». В рамках программы капитального ремонта непосредственно в 2016 году заявлено 70 многоквартирных домов, будет установлено 20 новых лифтов. В 64 домах пройдут работы по ремонту кровель, фасадов и инженерных систем. Подрядчиком была выбрана компания ООО «Крат». К сожалению, пока ремонт стартовал только в 7 домах, поскольку работы по замене кровель должны быть завершены в течение полумесяца. Подрядчику было поручено как можно скорее приступить к ремонту еще как минимум 22 домов. Александр Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».